Курительный салон первого класса, палуба-палуба, а класс первый класс, предназначение релаксация, возможность курить, курительный салон первого класса, располагавшийся на палубе, а рядом с кормовой парадной лестницей, являлся ночной гостиной, так как, здесь по вечерам собирались компании богатых джентльменов из первого класса. Салон был чисто мужским, женщины здесь почти не бывали дамы, в основном, предпочитали посещать комнату для чтения и письма. Оформление курительное первого класса было отделано темно-красным деревом, стены были украшены искусной резьбой и инкрустированы перламутровыми узорами. Пол состоял из плиток синего и красного цветов, а окна с витражами были электрически подсвечены. В центре помещения располагался большой мраморный камин, единственный настоящий на борту Титаника, он был соединен с четвертой трубой корабля, созданной для вентиляции. Кроме того, курительное было сделано в е-образном виде для лучшей вентиляции дыма из камина и от сигар. Режим работы и история курительный салон предназначался исключительно для мужчин из первого класса, которые часто посещали его для того, чтобы расслабиться, покурить и побеседовать между собой на различные темы. В основном, конечно, по поводу бизнеса и политики. Здесь также можно было выпить, так как в курительной имелся отдельный небольшой бар, а посетители обслуживались стюардами. Имелась также возможность поиграть в азартные игры. Однако в воскресенье это воспрещалось. Утром 14 апреля, выпавшего на воскресенье и Пасху по совместительству, большинство пассажиров отправилось в обеденный салон, дабы помолиться. Крутящаяся дверь обеспечивала пассажирам доступ в помещении веранды и пальмового дворика. Курительная была открыта с 8 часов утра и до полуночи. Бар был открыт с 8 утра до 2330. Ежедневно. Курительная известна тем, что именно здесь во время затопления находился и читал книгу Уильям Томас Стит. А у камина стоял, смотря на картину, конструктор Титаника, Томас Эндрюс, как заявил позднее Джон Стюард, видевший его здесь, однако. Сесил Фицпатрик говорил, будто видел Эндрюса направляющимся на мостик перед его затоплением. Позже, незадолго до двух часов ночи, Арчибальд Грейси вошел в комнату. Он застал майора Арчибальда Бота, Фрэнсиса Дэвиса Милета, Кларенса Мура и Артура Райерсона, играющих последнюю руку за своим обычным столом. Уильям Стет все еще сидел в своем кресле и читал книгу. Рядом в кресле, сложив руки на коленях, сидел в одиночестве Эмиль Таусик, менеджер западной дезинфицирующей компании, глядя в землю, казалось, в состоянии спокойствия и принятия происходящего. Около 205-ти карточные игроки пожали друг другу руки и вышли из комнаты, Амиле и Майор Бота остались и, по-видимому, вместе прыгнули за борт. Арчибальд Грейси вышел из комнаты, поэтому неизвестно, что случилось с мистером Таусиком и мистером Стедом, но мы знаем, что они погибли при затоплении. Крушение курительная комната была разрушена во время затопления и располагалась сразу за тем местом, где произошел разрыв, в районе, который был разорван на части во время погружения кормы на морское дно. Фотографии курилки Титаника неизвестны, только фотографии Олимпийского. Некоторые артефакты были извлечены из поля обломков, которые когда-то украшали комнату, в том числе две люстры из позолоченной бронзы и части красной и синей напольной плитки из линолеума. Приподнятая крыша и стены этого помещения были сорваны вместе с четвертой дымовой рубкой. Задняя стена входа второго класса сохранилась. Всасыватель турбины также был оторван от этого помещения.